Ну что, ах, такие девчонки-малибок. Немножко сейчас утеплюсь, одну шубку принесу мой такой ужин, как в Париж. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сниму себя в шубке, чтобы шубка не скучала. Так что, чтобы она не скучала. Ну что, чай. Вот так у меня сварила я картошечку с капусткой и макарошки. И чёрная икра. Потолочная маслица. Вот такие вот дела. Будет как-то достаточно солила немножко. Так вот, ближе сесть. Наверное, мой такой ужин, как в Парижах будет несколько серий. Поскольку сегодня одно видео, и оно у меня не записалось. Так что вот. Возможно, без анонса я выключу, а потом включу. Или, может быть, как-то жарковато, может быть, просто так накинуть. В принципе, конечно, white nights. Ой, комар, не надо сюда лететь. Комар, на свет. Туда, туда. Я думаю, что он всё равно сюда хочет. Туда полетел. Ох, такое видео. Такие танцы тут у меня были. В общем, заснимала, заснимала видео, такая, говорила, говорила, такое. Даже не знаю, не думаю, повторите то, что я говорила. Вот это же, знаете, как-то уже вечереет. Или повторить, как я сказала, уже, знаете, так вот. Какого-то такого драйва, как там. Сейчас я посмотрела, готовила мой такой ужин, как в Париже. Смотрела, как команду. Драйв, кайф. У меня как смешная есть такая. Драйв, кайф. Так что вот. Драйв, кайф. И, кстати, сегодня в магазинчике Магнит, областный магазинчик Магнит смешал. Если бы я, конечно, точно знала, что вам это авокадо надо, я бы точно посмотрела несколько раз, правильно ли я посмотрела цену на авокадо. То ли это была скидка, то ли это была скидка с цены на авокадо, то ли это цена на авокадо. Но, поскольку я покупать не собиралась авокадо, я особо присматриваться не стала, поскольку однажды я была вот в этом магазинчике, вот, который напротив здесь вот этот, нет, видим, так скажем, задний вход этого магазина. Однажды я там тебе орешки присмотрела по хорошей цене, грецкий фундук. Там был такой ценник. И я у женщины, которая там работает, раскладывает товар, я у нее спросила, я говорю, это стоимость за эту упаковку, поскольку она была у нас в такой сеточке. И вот, я говорю, это стоимость за этот товар? Она сказала, да. Ну, может быть, она на меня, не знаю, как бы вот. Ну, я-то имела в виду, что стоимость, вот написано стоимость, вот лежит там столько-то орешков, немного орешков, и стоимость. Я у нее спросила, этого стука, этого цена, вот эти орехи, она сказала, да. Ну, а на кассе, мне кассир объяснил, что эти орехи нужно взвешивать, что эта цена не за эту упаковку, а за сто грамм. По-моему, за сто грамм. Ну, как-то так тут было. Ну, что они идут на вес, и они стоят намного дороже, чем, ну, вот эта вот цена указанная. Так что, вот, мне показалось, что авокадо по очень хорошей цене у них. Ну, все нужно спрашивать, интересоваться. Ну, если вы ценами интересуетесь в магазинах, хотя, может, вы, конечно, берете, берете, вам все равно кто это стоит. Даже не факт. Если вы ценой не поинтересуетесь, даже не факт, если там со скидкой, например, указано, а вы подумаете, что на кассе вам пробьют по той цене, которая указана у них вот там была на ценнике. Батут. И один раз батут мы покупали. Покупала я батут в Петергофе. Была указана цена на батут. Батут, да? Ну, такая круглая штука прыгать. Детский. Ну, детский такой, небольшой, метровый. Со скидкой. Ну, здесь явно, понимаете? Один батут, одна стоимость. Здесь как крути, не крути. А на кассе оказалось это намного дороже. На тысячу дороже. Примерно. Ну, как же так. В магазине. Как ну там, лента или как там? Магазин лента. Указана стоимость такая. Там на этот батут. А вы мне пробиваете тысячу рублей дороже. Я говорю, как-то это неправильно, неправильно. Прохладненько, конечно, прохладненько. Ну, там долго выясняли, ходили, выясняли. Потом сказали, что вроде как акция закончилась. Я даже не поняла. Я говорю, ну, хорошо, если закончилась, надо снимать эти этикетки там с утра. Когда открывается магазин, там ныжняка, работники проходят, смотрят, где там закончился акция, где не закончилась. Тем более, это при входе. В общем, я ему сказала, знаете, заявленное, здесь уж как крути-не крути. Если весовой товар, они могут сказать, а, это за 100 грамм, а здесь как крути-не крути. Понимаете? Один товар, одна цена. По закону, а за счет и прав потребителя. Заявленная цена, устоимость товара в магазине. Если ценник не снят, то покупатель может купить его по этой цене. Так что вот. Дай вам там дольше ждать. Знаете, дольше ждать надо было. Конечно, выходили, узнавали. Можно ли бы такой цене продать? Им нам пришлось ждать, наверное, с полчаса. В общем, я сказала, что я покупаю по той цене, которая там указана. Но не на тысячу больше, если вы мне продаете. А по повышенной стоимости я не покупаю. Так что вот, да, они мне продали. Со скидкой. Это к чему, Татьяна Салмановна хочет сказать? Сейчас я принесу салфеточек. Салфеточек. И, когда подальше горяченького, то что-нибудь другое такое накинул. Что-нибудь другое накинул. Это к patriянка какая-то. Продолжение следует. Салфеточек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо что-то более такое тёпленькое, более тёпленькое. В общем, не знаю, ТикТок сегодня, в общем, здесь, как говорится... В общем, не знаю, Дима. Конечно, хорошо. Вы мне там написали, что, в общем, на этом ТикТоке можно в прямом эфире заработать, потому что там в прямом эфире задают вопросы. Вот. Я вам и так отвечу. Вы меня спросите, я вам и так отвечу. Это практически прямой эфир. А, там ещё Дима говорил, что деньги платят. Он говорит, там ещё заработать не можно. Вообще деньги – это хорошо. Как хорошо бы ещё, знаете, это миллионы и миллиарды заработать на этом Ютубе, на моих видео. Это к чему? Это к этому батуту. Здесь самое главное – задавать правильные вопросы. У меня большой опыт, я спортом давно занимаюсь. И в джим много лет ходила. С 27, с 26 лет. В тренажерный зал. Потом в Америке тоже ходила в тренажерный зал. У нас пишут чул-йогом. Потом занималась такой спортивной ходьбой. А в юности дзюдо я занималась. И вот однажды, понимаете, ну, а кто подскажет, понимаете, вот что-нибудь такое интересное посмотреть. Это, знаете, как жемчужина из этих книжек по позитивному мышлению. Вот. Кто-нибудь что-нибудь такое хорошее, дельное подсказал бы. Так вот. На самом деле, сначала там я, у меня там два раза в неделю занималась в спортивном, в спортивном клубе на тренажерах, а потом спиручу йога. Ну и домой. Ну и нормально, как бы, знаете, нормально себя чувствуешь. И однажды, вот там же были такие вот различные, как называют, различные классы, различные классы, которые там можно было посещать по этому моему абонементу. Прямо с утра до вечера можно было заниматься в этом спортклубе. Вот, различные, как бы, классы. Вот, ну, посмотрите, вот здесь этот клуб тоже открыт. Там у них различные классы есть. Ну вот, но там был еще, знаете, такой велосипедный. И однажды, по-моему, в этом велосипедном классе, он даже, по-моему, такой специальный женский, как бы, класс, женская группа. В общем, ладно, я не была вот в этом классе, но я видела, что они там велосипед крутят, инструкторам что-то говорят, и они велосипед, тренажер такой крутят. Я там однажды вечером обнаружила батут небольшой, примерно такой же, как я купила тогда в Петергофе, но это намного позже я купила. Вот, и я стала немножко прыгать на этом батуте. Ну, несколько минут я прыгала. Поэтому я стала немножко, как вот такой вот, такой небольшой тренажер. То есть там я на тренажерах, потом немножко на батуте, по спиртил йога, всего понемножку. Спиртил йога, ну, полный класс, ну, вы понимаете, да? Ну, там занятия как-то. Начинается занятие? Заканчивается оно расслаблением. Так что вот это занятие. Так вот. Явно заниматься, это не является рекомендацией, я просто вам хочу сказать, о моих ощущениях. Вот. Явно этот батут каким-то образом действует на организм, потому что такой легкости, как я, знаете, однажды приехала, знаете, на Кинму роуд. Знаете, ну, это в Америке я жила на Кинму роуд. Вот. Блонфилл коннект. Вот. Кинму роуд Блонфилл коннект. Вот. Прямо, помню, захожу в дом, и прям такая легкость, прям хочется, знаете, как-то вот прям, прям как-то вот прыгать, знаете, прям какая-то вот такая легкая, вы понимаете, какая-то вот такая вот легкость в теле. Так что вот. Самое главное – задавать правильные вопросы. Но с другой стороны, это может быть все очень индивидуально. Но факт остается фактом. И заметьте, занималась я на этом батуте всего несколько минут. Прыгала на нем несколько минут. Немного. Несколько подходов. Скажем, пару минут, потом еще чуть-чуть и пару минут. Это вот где-то плюс-минус. Это не значит, что я рекомендую кому-то. Там, понимаете, все же, как говорится, это не является рекомендацией. Я просто вам говорю, вот мой опыт и ощущения. При различной физической нагрузке. Я имею в виду спортивной. И ходьба, и спирит, и йога. Ну, понимаете, да? И тренажерный зал. Такого ощущения не было. Потому что вот здесь вот я прыгала, как называется, на скакалке. Ну, через скакалку. Как на скакалке. Хотя я сюда ходила, в подростковый клуб. Смотрите, уже, как говорится, нужно как-то вставлять. Уже, на самом деле, времени много. Салюты. 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 Theormines. Салюты. Приходится. Вот за таком. Обательный. Тойки. И так, нас уже все. за одиннадцать часов вечера. Белые ночи в Петербурге, обратите внимание, у меня мой ноутбук стоит на балконе. Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна и Макту Сайфудин, ресторан в Лакопеде Бьюти. Продолжение следует... Ну да, сегодня такие звуки были, что кто-то хотел из ковра сделать ковер-самолет, ну немножко пошутить, знаете вот этого. Они хотели сделать из этого, из ковра ковер-самолет волшебный, такой летающий, как в фильме Чародея. А так вообще сегодня много что успела сделать, а также буду занимать волшебно-сказочные уборкой в моей квартире. и завтра еще буду заниматься. Балкончик еще нужно помыть, чтобы чистота была. Белье сейчас у меня постельное стиральное, в моей стиральной машине. Как хорошо. Ну если как иметь трудомощную стиральную машину, по такой пылесос, как я говорила, ну ты пустила этот пылесос, она такой крутится самой. Как хорошо. Пол. Пиле быть долго Желespное Flyle Н übersoted Ребят Ура Носленное А так я обратила внимание, мы разъединяемся в мишангу, уже в фрукты и вовсю, уже в фрукты. Клубнику у них уже давно, я подняла внимание, клубнику уже давно торгуют, правда не всегда бывает, я правда их не покупала клубнику, я не знаю, но зато сегодня в магазинчике Магнит, я была очень с утра, с утра, я была около 10 часов утра в магазинчике Магнит, я видела, как доставляют товар в коробке, как мужчина доставлял товар в коробке, коробку, он привез в коробку с товаром и разгружал ее на кассе. Это, по-моему, какие-то сладости были? Знаете, это были какие-то такие сладости? Знаете, вот эти вот заварные, заварные, всякие штуки-то, заварные пирожные, такие круглышки какие-то, торт, что-то такое, в небольшом количестве, такая небольшая коробка. Они, наверное, на реализацию берут, договаривают, что-то, что-то, удивилась, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...